кремлевские пропагандисты с каждым днем все ближе и ближе к реальности от возьмем киев за три дня что там воевать с этой украиной эта война не продлится более недели до донбасс мы будем освобождать два а то и три года это надолго вот многие наверное себе начали рисовать картину о том что но вот сейчас у них снаряды закончатся и мы начнем все быстро быстро в этом году завершать не завершим в этом году то есть это все таки еще там год-два а то а то и три или еще лучше война продлится до 2030 не ждать никакого кончания войны ничего ждать не надо это кончание войны на может быть долгим я вообще прогнозирую что это где-то будет 20 30 год не раньше а за неплохо обнадеживает этих бредней мы с вами будем слышать все больше и больше процесс принятия поражения запущен и все ближе северокорейская реальность почву здесь активно сдабривают и вот на этом фестивале мы должны были все время ходить в ханбок петь в ханбок семенить значит так как делают кореянки и перед сам выходом на сцену поднимаю руки и у меня здесь поехала молния а когда мы приехали в северную корею нам раздали такие маленькие глазуревые значки с ликом товарища кимирсена и попросили беречь это как зенит сок а я этим значком быстро оставались считанные секунды заколола себе платье и вперед и я вылетаю прям вижу перед собой нашего замечательного гида найдется ли у вас иголки с булавкой а то пришлось товарищем кимирсеном заколоть вы бы видели что с ним произошло и сказал извините на чисто русском языке как ни странно вы должны в течение 24 часов покинуть нашу страну за оскорбление святого лика товарища кимирсена мы не как все мы реально иные и это факт очень сильные очень мощные дерзкие звонкие талантливые и красивые тут те фонтаном нет тут тебе горами уголь там у тебя алмазы бриллианты ну реально ну какая бы еще страна мира могла бы похвастаться вот таким набором комплектом всего у меня очень маленькая пенсия ну я вообще путина очень люблю я просто его обожаю в россии началось то о чем давно все предупреждали и я в том числе в своих видеоблогах об этом тоже говорил власть наконец-то взялась за рассерженных патриотов ну то есть вот за всех этих z активистов и военкоров которые критикуют путина за недостаточную кровожадность после того как кремль пересажал или выгнал из страны всех либералов и антивоенных активистов настала очередь тех кто наоборот слишком за войну тех кто критикует российскую власть не за то что она воюет а наоборот за то что она недостаточно хорошо воюет ну то есть вот всех этих людей которые возмущаются что в армии ничего нет и россия не смогла взять киев за три дня первым под каток репрессий попал известный донецкий боевик юрий евич который еще с весны 2014 вступил вооруженное формирование днр и так с тех пор и воюет своих многочисленных интервью евич постоянно ругал российское командование за провальное ведение боевых действий в украине российскую власть называл вообще предателями и вражеской агентурой и вот наконец кто-то написал наевича донос за дискредитацию вооруженных сил россии я неоднократно цитировал высказывание юрия евича в своих видеоблогах и в общем-то учитывая то что он говорил уголовное дело против него было лишь вопросом времени мы продемонстрировали на весь мир полную несостоятельность нашей вооруженной силы полную несостоятельность государственной машины позорище нынешнего русского оружия вооруженные силы наши сейчас находятся в катастрофическом состоянии и весь мир это видит позорище вооруженных сил российской федерации всем показала что это миф могущества российской армии к огромному сожалению 10 процентов сотрудников в срф вражеские шпионы остальные 90 процентов лица со сниженными умственными способностями какой-то бдительный российский патриот видимо все это посмотрел возмутился написал куда следует и теперь евича собираются судить разумеется по такому случаю у рассерженных патриотов начался настоящий переполох они стали понемногу догадываться к чему все идет и принялись на перебой строчить гневные посты с осуждением репрессий евича юрия юрьевича полевого врача волонтера участника боевых действий в донбассе с 2014 года ветерана свого врача хирурга популяризатора курсов тактической медицины хотят привлечь за дискредитацию армии на одной из лекций по тактической медицине для силовиков на которой юрий рассказывал парням как оказывать себе и боевым товарищам медицинскую помощь на войне какие есть проблемы с медицинским обеспечением в армии один из слушателей будучи должностным лицом решил что евич указывая о проблемах дискредитирует армию после чего подал на него донос пишет бывший министр информации днр даниил бессон дело евича становится латмусовой бумажкой в определении свой чужой как может юрий евич с которым мы воевали в соседних окопах получившего свою медаль за отвагу дискредитировать своего разве не может участника своего рассказать о своем опыте ошибках командования и других недостатках в ходе боевых действий насквозь гнилые турбоохранители торгующей лояльностью накинулись на евича который девять лет систематично и не за деньги а по совести делал свое дело написал паша губарев люди которые сами требовали репрессии и казни в отношении украинцев или там каких-то российских антивоенных активистов сами вырыли себе яму и теперь возмущаются что с ними собираются сделать то что они требовали сделать с нами но дело в том что именно так всегда и бывает и по-другому просто не бывает в истории так много подобных примеров что даже не хочу занимать время их приводить любой людоедский режим рано или поздно начинает пожирать своих же сторонников это аксиома либералов в россии пересажали а поскольку либералы кончились теперь будут браться за патриотов почему потому что дела на фронте лучше не стали наоборот на фронте все больше проблем все хуже и хуже соответственно проблемы на кого-то нужно спихивать а либерал это уже сидят но там навальный яшин кто у них там еще есть их они пересажали соответственно нужно искать виноватых и осталось искать этих виноватых только среди патриотов и всех этих z активистов и теперь уже российские власти прямо так и говорят что все кто поднимает тему коррупции в армии там нехватки боеприпасов поражений плохого командования все это агенты врага к примеру именно так в своих интервью постоянно говорит депутат государственной думы от единой россии олег матвеевичев недавно он давал интервью в котором прямо заявил что стрелков и другие рассерженные патриоты готовят в россии переворот собираются свергать власть и соответственно по этой причине стрелков и его друзья являются агентами америки и если что я сейчас не шучу сейчас расчет на то что мы сами себя разрушим что здесь произойдет некая революция революция это значит свержение власти а кто у нас может совершить эту самую революцию откуда исходит опасность кто вот выйдет на эти площади займет крем или там останкина или еще кто эти люди но мы все боялись либералов помните да выходили там по сто тысяч на вольнистов всевозможных да сейчас либералы все сбежали эти люди уже побеждены они никому уже не мешают они у этой гадины вырван зуб теперь возникает вопрос а кто тогда в кого вкладываются да вот кто тогда может разрушить государство наше изнутри темы логично приходим к одному выводу что могут разрушить вот тех кого этом назвал турбопатриотами там или еще как люди которые сами об этом говорят все как я и говорю навальнистов они уже пересажали теперь нужно кого-то сажать сажать некого поэтому остается сажать только зет патриотов сначала российские власти этих зет патриотов раскручивали всячески поощряли но теперь они стали терять управляемость и их решили просто объявить 5 колонной и агентами врага стрелков это говорит говорит эти люди сами заявляют что они придут спрашивать власти куда придут наверно на красную площадь а это что не майдан а